Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем подкасте я хочу с вами поговорить о такой очень часто встречающейся проблеме. Ну, она не часто встречается, она есть абсолютно у всех. Это проблема, постоянное ощущение при обучении на андроид разработчика, что твой предыдущий код очень ужасен. От этого вы не избавитесь, и я вам расскажу про свой опыт и в чем заключается в принципе эта проблема и как к ней относиться. Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать андроид разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и конечно же настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии андроид разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе андроид разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас андроид разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему андроид, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под андроид и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс андроид разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным андроид разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. В чем проблема? Например, смотрите, вы начинаете обучаться на андроид разработчика, изучили библиотеку UI, то есть уже можете делать виджеты, изучили работу с базой данных через, допустим, библиотеку Room, ну и решили что-то уже писать. Это правильный подход, потому что нужно сразу практиковаться. Итак, вы пишете, пишете, а потом, допустим, вы изучили архитектуру и смотрите на свой код и понимаете, что он неправильный. Точнее, он правильный, но с позиции чистого кода он очень ужасен. Или, например, вы в дальнейшем еще изучили фундаментальные особенности создания классов интерфейсов и использования их в языке код и именно в мобильной разработке. И посмотрели на свой уже написанный код и поняли, что вы делали полностью его со всеми нарушениями. Эта проблема всегда возникает при самообучении. От этой проблемы вы никуда не денетесь. В проблеме обучения, в проблеме самообучения, когда вы будете смотреть на свой код, который вы написали несколько месяцев назад, вам всегда будет что-то не нравиться. Это всегда будет. Вы от этого не уйдете. Сейчас вам расскажу про свой опыт. Когда я начал изучать Android разработку, если я не ошибаюсь, то после того, как я изучил все элементы UI, работу с базой данных, тогда это была еще не библиотека Room, мы работали тогда напрямую со SQLite. И после того, как я изучил RecyclerView, я решил сделать мобильное приложение по созданию списка покупок. То есть это такой TodoList, то есть создание списков. И я сделал RecyclerView, причем обработка табов по элементам RecyclerView у меня происходила в самом адаптере. Потом я... Ну, потому что... Почему в адаптере? Потому что я на тот момент нашел решение в интернете только в адаптере. Да сейчас я понимаю, что этот подход неправильный. Потом прошло несколько месяцев, и я писал-писал приложение, когда было время, да, изучал все новое, все новое. И затем я изучил плодотворно сам виджет этот RecyclerView и пришел к тому, что обработка табов должна происходиться не... Точнее, нет. Не само событие нажатия на элементы RecyclerView, а бизнес-логика, которая наступает после того, как вы нажали на элементы RecyclerView, она должна прописываться не в адаптере, потому что это неправильно, потому что в адаптер... Адаптер должен просто наполнять ваш RecyclerView контентом. А соответствующая бизнес-логика, в которой его выносится либо в отдельный класс, либо в активители, фрагменты, с которыми происходит взаимодействие. Я посмотрел на свой RecyclerView и понял, что мой код, скажем, мягко говоря, не очень. Я переписал этот код. Потом я изучил архитектурный паттер MVVM и понял, что мое построение файлов неправильное, и все нужно по-другому делать. Потом я попал на проект, где я уже писал не на Java, а на Kotlin. И я посмотрел это же с языка Kotlin и полностью переписал свое приложение на язык Kotlin. Потом я полудотворно поработал с корутинами, понял, что такое многопоточность и как лучше мне работать с многопоточностью в Android. И полностью переписал под многопоточность. Итак, шаг за шагом я переписывал это мобильное приложение в районе 10 раз. От этого вы никуда не денетесь. Вы всегда будете смотреть на свой предыдущий опыт и всегда найдете то, чем вы будете недовольны и что вы должны будете переработать. Это апатия, это расстройство. От этого вы никуда не денетесь. С ней можно только смириться. Запомните, программист это такой специалист, который постоянно обучается. Ни на одной другой профессии вы не будете постоянно обучаться. Программист находится в постоянном процессе самообучения или обучения на курсах. Теперь я хотел вам что сказать. Эта проблема будет всегда возникать, когда вы самообучаетесь. Когда вы обучаетесь на курсе, если курс качественный или используете подход менторства, эту проблему можно свести к минимуму. Но опять же, возможно, ее не получится все время убрать, потому что вы, возможно, будете делать не то, что вам говорят на курсе, не то, что вам говорит ментор, а, возможно, захотите что-то сделать от себя. И эта проблема все равно возникнет. Но используя обучение на курсе или через менторство, вы можете привести эту проблему к минимуму. Например, у меня на курсе к каждому уроку всегда есть код, который написан идеально, ну максимально идеально, со стороны всех правил чистого кода и построения правильной архитектуры в Android-разработке. И поэтому мои ученики сводят эту проблему к минимуму. Если они делают точность из того, что я говорю, то тогда эта проблема возникать в принципе не будет. Вы не какой-то такой особенный, что с вами что-то не так. Нет, эта проблема всегда будет. Ее можно свести к минимуму лишь с помощью качественного обучения и постоянного развития себя как Android-разработчика. Золотое правило в этой ситуации. Свыкнитесь с этой проблемой и не сильно обращайте на нее внимание, но старайтесь все время развиваться. С другой стороны, если вы замечаете эту проблему и все время видите, что вы готовы что-то улучшить, что было написано несколько месяцев назад, то это большой плюс, потому что вы постоянно прогрессируете. Это очень важно. В принципе, это все, что я хотел на сегодня вам рассказать. С вами был проект Mabu. До встречи на следующей неделе. Всем пока.